Очередное мое удивление, в следующем городе, на запад, если ехать, после Кемера, здесь какая-то, я не понимаю, ферма или это какая-то, какой-то бывший отель или еще что-то, в общем, он вот такой вот заброшенный, весь зарос травой, естественно, любой желающий сюда может зайти, никак это не охраняется. Видно, здесь на русском написано, видно, что он старый, потому что деревянные всякие разные, блин, какая-то жесть, как будто бы какой-то мультик, я не знаю, или какая-то игра компьютерная, фильм какой-то, все вот так вот брошено, разбито, раскидано. Похоже на то, что здесь был то ли отель какой-то, то ли какая-то такая развлекательная зона, типа Диснейленда, что-то типа такое, потому что здесь много всяких разных таких из бетона сделанных растений и вообще всяких разных животных. Территория очень большая, я не знаю, сколько здесь даже гектар, и видите, оно настолько древнее, что здесь из дерева оно это еще все строилось. Конечно, они тут применяли и железо, но это, наверное, скорее всего... А, это как декорация было, потому что они железопетон использовали. А вон там боулинг был. Каждый день в Турции я что-то как увижу, так увижу. Живые Беларуси. Видите? Здесь боулинг играли когда-то. Просто что-то невероятное какое-то, я не знаю, откуда это все берется. Причем очень много металлических здесь деталей, я не понимаю, почему не растащили, до сих пор не растаскали это все. Вот такое гигантское прям здесь бревно лежит. Крепец. Такое ощущение, что как будто бы это все в один момент просто взяли и бросили. Я даже не знаю, по какой причине. Так много было вложено денег. Вот все здесь изрисовано на всяких разных языках, в том числе и на русском. А это скорее всего комнаты были. Чьи-то комнаты. Кто-то здесь жил. Или может быть даже и не комнаты. До сих пор паркет деревянный лежит на полу. Как будто бы Припять какая-то. Такое ощущение, что кто-то прям экстренно отсюда. Убегал, двери валяются. Вон там даже унитаз остался. Я даже себе представить не могу, что это за здание. И почему оно здесь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы что-то про это знаете. Ну там как бы со всех сторон вообще можно спокойно заехать. Где-то есть забор, где-то его нет. То есть частично где-то забор сохранился. И причем я вот хожу как бы здесь один. Здесь кроме меня никого нет. Даже бичуганы не живут. Переда. Что это? Я вообще даже понять не могу. Почему это так брошено все? Здесь, во-первых, вот эти здания имеют ценность большую. Видите, вот здесь какие-то каталки. То есть я так понимаю, можно было на них туда наверх подниматься. Какое внимание к этим деталям. Вот здесь водичка текла, где эти жабы. Им можно было туда вот так наверх подняться. С помощью каких-то устройств. Вот они как раз таки эти устройства. Каталочки вот эти. Почему здесь все так брошено? А вон и вторая такая же каталочка. Мусор везде валяется. И вот это все металлическое, как бы оно просто здесь валяется просто и все. Только вот еду, еду, думаю. Вроде бы я уже все видел. Вроде бы меня уже здесь ничем не удивить. И тут бац, какая-то заброшенная территория невероятных размеров. Здесь какая-то прогулочная зона. Посмотрите, какое внимание к деталям. Цветочки. Сколько они сюда вложили? Сил, всякой разной энергии. А там дорога есть. Туда можно на машине проехать. И здесь еще есть туда переход. Мне кажется, это что-то типа Land of Legends. Земля легенд в Анталии. Там тоже есть отель Rixos. Ну, два отеля есть. И то есть вот те люди, которые остановились, к примеру, в отеле. Они могут приехать и отдохнуть вот в этом парке большом. Но он гигантский. Он реально очень большой. Даже камера не может его охватить. Он вот так вот на горе. И там еще с той стороны туда. То есть здесь, наверное, два на три километра примерно он. Может быть, даже еще больше. Вон, видите, деревья просто вот так вот попадали и все. Здесь какие-то лужи. Причем отель был очень крутой, дорогой. Вон, видите, книга из бетона. Здесь какой-то диско-паб был. Все заросло. Почему так? Вот дорога. Вроде бы люди все ездят. А здесь как будто бы... Я даже не знаю, что случилось. Как будто какой-то апокалипсис. Вот как нам показывают фильмы апокалипсис, вот то же самое. Вот я иду как бы, ничего нет, все заброшено. Никого нет, ни одного человека. Плюс ко всему, сейчас еще не сезон здесь. Капец! Вот это впечатление. Вот это поворот. И вообще никого нет. Отель был очень крутым. Потому что у него свой собственный пляж. Слушай, здесь такие террасы красивые. Все, вот пирсы свое, все было. Еще в бухточке в такой находился. И просто в какой-то момент, в один... Посмотрите, вот это вот все территория отеля. Это вот все продолжается. Вон нам кит целый. Вот здесь вот такие озера были. И все это просто в один момент, все в руины превратилось. В хлам какой-то. Взяли и бросили. Вот она, эта гора с этим парком наверху. Блин! Еще одна терраса. И вот это все продолжение отеля. Это просто крутой какой-то. Очень крутой был вот этот. Пять звезд, не меньше. Потому что он и по территории на пять звезд. И вообще, как это здесь все сделано. Тоже на пять звезд. И вот прям переход над дорогой. Вот в этот парк. Все. Вот просто открыто. Любой желающий заходит. Смотрит. Гуляет здесь. Вон даже бар сохранился. Вот мы с вами можем зайти в отель. В этот. И посмотреть. Ага, лифты. Лифты утащили. Лифты утащили. Главное, ковер остался. Розетки тоже позабирали. Вот. К примеру, комната с видом на сад. Но она такая скромненькая. Как я вам показываю. Вы же просили побольше отелей. Вот. А она еще и двухэтажная в придачу. Здесь можно было подняться наверх и тоже поспать. Трехместный, скорее всего. Вот здесь зеркало до сих пор есть. И раковина. Унитаз есть. Какая-то тряпка есть. Одеяло. Вот с видом на море комната. Жесть. А не ценные металлы утащили. Цветные. Типа меди, алюминия, такого. А остальное все пооставляли. Вот если бы вы жили в этом отеле, то у вас был бы выход и сразу вид на море. И вот здесь вот так вот несколько этажей. То есть это самые верхние этажи. О, у них здесь еще и пожар был в придаче. Но я сомневаюсь, что это пожар был. Это пожар был, скорее всего, уже после того, как это все бросили. Потому что вот только в одной комнате был пожар. Пожарные приехали, просто потушили и все. Причем здесь в некоторых местах даже до сих пор постельное белье. Одеяло валяется. И все, вот это несколько этажей. Но здесь никто не живет. Я имею в виду бездомные сюда не приходят. Здесь не тусуются. Ну, кто-то, наверное, приходит. Я имею в виду. Видите? Диван вон туда. В цокольный подвал можно спуститься. Вот здесь вода, скорее всего, текла. Вон там тоже бассейн был большой. Отель был очень крутой. Камин. Здесь был... Здесь был камин. Просто непонятно, почему так все произошло здесь. Просто брошенный стоит и все. В принципе, его можно отремонтировать. Вон, смотрите, потолки какие красивые. А этот отель можно отремонтировать. У него очень хорошее расположение. Продолжим из машины документировать происходящее. Видите, здесь тоже... Я не знаю, в каком году это было построено. Ну, здесь уже написано было на русском, на немецком, на английском и на турецком. И вот здесь любопытно, что вот эту вот кабинку, ее со всей скорости просто оттуда столкнули. И сейчас вот здесь болото, короче говоря. Видите? Ее столкнули оттуда с высоты. И она ударилась. Я не понимаю, почему так все здесь произошло. То есть люди приходили сюда, поднимались там наверх. И там наверху какие-то еще интересные супер развлечения должны быть. Здесь железобетонные конструкции. Эти здания можно использовать, отремонтировать. И заново отделать. И все. Видите, вот эта вот прогулочная зона. То есть они там сделали башмачки, типа гусеница такая. И много башмачков. Даже на этот... Шнурки там завязали. А здесь стоит вот автобус. И там до сих пор даже внутри мотор. Не утащили мотор, коробка, переключение передач. Просто как декорация. Но он до сих пор стоит. И колеса до сих пор накачаны. Я уже не знаю, сколько лет. Вот сюда как раз поднимается фуникулер. И вот здесь вот видно, как они сделали. Вот это все типа дом такой, здание большое. Типа оно стоит как-то вот так вот на деревьях из бетона. Это все сделано очень красиво. Но очень много было сюда вложено денег. И оно работало, оно функционировало. То есть я не понимаю, почему оно вот так вот в таком заброшенном сейчас виде. В таком состоянии заброшенном. Вот здесь где-то матрасы. Просто взяли в какой-то момент это все бросили и все. Вот там брусчатку потихонечку начинают уже утаскивать. Да, ну это конечно такое нетуристическое место. Туристы наверное сюда не ходят. Вон видите обезьяны поднимаются с маленькими обезьянками. Так интересно все. Корабль большой стоит. А это я типа сейчас через большое дерево в гигантское проезжаю. Здесь вообще дома из сруба стоят. Удивительно. Это что-то удивительное. Видите дома до сих пор прям из дерева деревянные дома. И прям на ней деревья так растут. Там вот показывают типа как это все пилили, делали. Как будто бы музей. Я честно говоря даже не знаю с чем его сравнить. Наверное вот только с Припятью его где-то сравнить. Только в Припяти. Ну нельзя зайти вот так поездить на машине погулять. А это наверное Ной в ковчег. Лодка. Там слон, вон жираф. На крышах выросла трава. И вот это здание, какие-то дома. И на крышах домов трава зеленая растет. Что-то невероятное. Да, это тоже там я вижу унитазы валяются. Это тоже скорее всего были либо номера, либо какие-то жилые здания. Прям на горе вот так вот. И все это сейчас вот разрушается само по себе. Разрушается с помощью природы. Тут разрушает это все. Прям вот дерево уже выросло и все ломает это здание. Друзья, я даже не знаю рекомендовать вам это место к посещению или нет. Но оно реально удивительное. Вообще не похоже ни на что. И какое-то такое, какая-то здесь такая атмосфера. Как будто бы вот буквально только вчера отсюда ушли. Все это бросили. Раскидали. Разбросали. Но вместе с тем было очень много сил сюда вложено. Вот эти вот домики, они были как жилые домики. И они все в хорошем состоянии в принципе. Просто чуть подкрасить, подмазать. И здесь можно жить. Друзья, я вам не буду говорить название этого места, где оно находится. Кому будет интересно, найдете сами. Потому что, ну вообще как бы теоретически сюда вход запрещен. И ну здесь небезопасно находиться. Поэтому я не могу его рекомендовать. К сожалению. Да и вообще нечего здесь, наверное, делать. Я не знаю, что вы сможете здесь увидеть. По-моему, я для вас все заснял уже. Что здесь можно было посмотреть любопытно. Все провода повырывали они. Проводку всю. И все. Вот это все было создано, тропиночки, чтобы люди могли прийти вот так здесь погулять, полюбоваться. И это все в какой-то момент просто взяли и бросили. Я не знаю, может быть с владельцем отеля что-нибудь случилось. Или еще что-то. В жизни, конечно, всякое бывает. Но он гигантский. Этот комплекс, он вообще очень большой. И вот прям совсем рядом отели. Некоторые отели работают. А вот сюда, собственно, я так понимаю, поднимался фуникулер и поднимал людей сюда. Именно. Да, вот отсюда он поднимался. Вон там мы сейчас с вами гуляли. И вот здесь люди выходили. Налево и направо. Натюрхаус. Органик фарм. Здания типа крепости, либо какие-то животные. Вот это место, друзья, очень хорошо олицетворяет, как какое-то что-то может такое мега крутое превратиться вообще в ничтожество. И вот здесь это все очень хорошо видно, как вот наступил кризис, допустим, для этого места и все. И вот здесь на самом деле таких отелей очень много. Неоднозначные у меня какие-то такие чувства здесь. Там тоже столько много всяких разных зданий. Удивительно. А здесь какая-то ярмарка была. Типа фермерская, может быть, ярмарки. Вот. Натурбургерс. Дейли Фреш Икс. Натуральные бургеры и свежие яйца каждый день. Здесь даже амфитеатр есть. Колизей для выступлений. Как вот показывают. А и там аквапарк еще. Как вот мы с вами посещаем какие-то заброшенные античные места. Вот это тоже чем-то похоже. Просто взяли и бросили. Как там бросают, так и здесь тоже бросают. Просто это современная часть. Они здесь уже пластик используют. Пластиковые трубы. Вот отопление пластиковое. Это, конечно же, все сорвали, сняли. Вот там аквапарк. Ёлка растет. Прям в дверном проеме. Природа всегда себе найдет место. А здесь, не знаю, раньше так было. Или это вот, наверное, раньше. Деревья прямо с крыши выросли. Удивительно. Просто что-то невероятное. Вот стекла зачем бить? Я все, конечно, понимаю. Здесь окно было. То есть вниз туда окно светило. Свет. Полтава, Москва. В основном русские слова на этих стенах. Зачем они это пишут, интересно мне знать. Здесь должна быть лестница. Здесь до сих пор паркет тоже на полу лежит. А, вот здесь спуск. Слишком узкий. Для гостей. Да, здесь кухня была. Вытяжки, все такое, что с этим связано. Вот здесь, видите, много было. Здесь бар был. Прям какие-то даже печки до сих пор остались. Это что-то для прикодавления. Лепешки, наверное, здесь лепили. Да. Вот здесь вот такие печки. Можно в некоторых городах встретить. Еще до сих пор на некоторых. Так, ну что, друзья. Я думаю, я буду покидать этот праздник жизни. Редактор субтитров А.Семкин